Стамбульский археологический музей настолько богат своими экспонатами, особенно тяжеловесными, что половина из них находится прямо на улице во дворе. Добро пожаловать в Стамбул! Мы находимся в главном археологическом музее этого прекрасного города. Вы на канале Анна Лочи, рада приветствовать вас. Сегодня вас ждет увлекательная экскурсия по этому замечательному музею. Подписывайтесь и ставьте лайки. Именно в этом музее у вас есть уникальная возможность встретиться с такими эпохами, как Старо-Вавилонский период, Древняя Греция, Древний Рим, Египет, Византия. Музей имеет большую коллекцию турецких и эллинистических артефактов, многие из которых были собраны с обширных бывших территорий Османской империи. Один только Стамбульский археологический музей включает в свою коллекцию около миллиона артефактов, а по всей Турции, поверьте, предостаточно археологических музеев. После просмотра этого видео, если вам интересна такая тема, вы также можете найти в описании видео-экскурсию по археологическому музею Сиде. В нем я делюсь историей старого города Сиде и показываю древнейшие экспонаты того музея. В нашем же Стамбульском музее собраны предметы почти всех периодов и цивилизаций мировой истории. Идея коллекционировать древности и различной степени важности исторические артефакты зародилась еще в середине 19 века на территории тогда еще Османской империи. Это было скорее веяние запада, однако турки быстро подхватили эту тенденцию. И, кстати, за скорость реакции Стамбульский археологический музей еще иногда называют первым музеем Турции, ведь действительно самый первый музей был открыт еще в 1869 году. Музей был открыт еще в 1932 году. В наше время Турецкая республика также не отстает от новых технологий. Поэтому в этом музее вы найдете много интерактива и диджитал решений в знакомстве с мировой историей. В коллекции собрано более 800 тысяч османских монет, печатей, наград и медалей, коллекция древнейших саркофагов. Кстати, один из них предположительно принадлежит самому Александру Македонскому или, как его еще называли, Александру Великому. Помимо большого количества выставочных залов, мне очень понравилось, что практически весь этаж был также посвящен нелегкой работе и самих археологов. Выставка знакомит нас с разными ответвлениями археологии, которая не сводится к тому, чтобы просто копаться в песочке. Здесь на выставке есть даже семена, которым более двух тысяч лет. В залах на верхних этажах транслируются небольшие документальные фильмы о работе археологов. Они очень интересные. Если будете здесь, обязательно остановитесь на пару минут, чтобы посмотреть за их работой. Продолжение следует... Ну а девушкам и женщинам, я думаю, будет интересно посмотреть про то, какие украшения из золота и полудрагоценных камней носили древние женщины. В Стамбульском музее археологии, а также в Эфесском музее, выставлены ценные артефакты из золота и слоновой кости. Все вы наверняка наслышаны про древний город Эфес. Он находится на территории современной Турции, недалеко от города Кушадасы, куда мы отправляемся в следующем месяце. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. Мы будем вместе с вами исследовать старый город и также посетим при возможности археологический музей. Так вот, в ходе раскопок, которые продолжаются уже более века, было исследовано только 10% от общей площади древнего города Эфес. То есть, представляете, раскопки до сих пор непрерывно ведутся и не прекращались буквально ни на минуту. Здесь вы также найдете некоторые артефакты, найденные именно в Эфесе. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы картина была более полной и ясной, я хочу рассказать вам об одной из наиболее значимых фигур в создании музейного дела в Османской империи. Это имя до сих пор играет важную роль и на территории современной Турции. Ведь по факту именно благодаря ему мы можем лицезреть всю эту красоту в современном мире. Первый куратор и основатель музея – Осман Хамди Бэй, художник, археолог и сын Ибрагима Эхмеда Паши, великого визера Османской империи. Кстати, он был опытным художником и в 2019 году его картина «Девушка, читающая Коран» была продана аж за 6,3 миллиона британских фунтов, что сделало ее самой дорогой турецкой картиной того времени. Строительство главного здания музея было начато Хамди Бэй в 1881 году, а его официальное открытие состоялось 13 июня 1891 года. Архитектором был Александр Валори. Это, кстати, он спроектировал отель «Пера Пелос» в Стамбуле, тот самый, в котором останавливались пассажиры первого класса «Восточного экспресса». И тот самый, в котором селились Агата Кристи и Мустафа Кемаль Ататюрк. Его номер является музеем и его можно посетить бесплатно. Сходите, если будете в районе «Пера», ныне называемый Биолу, в районе улицы Истекляль. Ну что ж, время отойти от истории и поделиться с вами важной информацией по поводу археологического музея Стамбула. Вход для туристов на данный момент составляет 630 лир. Если же вы имеете турецкое гражданство ВНЖ, музейную карту, то вход один раз в год для вас абсолютно бесплатный. Музей находится на территории Топкапы, совсем близко рядом с собором Святой Софии и парком Гюльханы. Музей работает ежедневно без выходных с 9 утра до 8 вечера, однако не приходите перед самым закрытием, вас скорее всего не пустят. Поэтому позже 6 вечера лучше туда не приходить. В описании к видео будет официальный сайт, где вы можете найти более подробную информацию и также другие полезные ссылки. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, было для вас полезным и интересным. Всем большое спасибо, друзья! Всем удачных путешествий и до новых встреч!